Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует научный сотрудник, экскурсовод Центрального военного Москового музея имени императора Петра Великого Астахова Светлана Вячеславовна. Сегодня мы вспоминаем соратника, друга Петра Лефорта Франца Яковлевича. Женевец по происхождению учился в обычной средней школе, где, правда, преподавали дисциплины высшего плана, философию, риторику, языки. Жак Лефорт, отец Франца, мечтал, чтобы его сын стал торговцем и в 15 лет отправил Лефорта учиться в Марсель торговому делу. Но чистолюбивый и умный, отважный Лефорт выбрал другой путь. Он выбрал путь военного. В 1674 году Лефорт, вопреки воле семьи, уезжает в Голландию. Он начинает свою военную карьеру в свите курлянского герцога Фридриха Казимира. Однако вскоре по совету голландского полковника Ван Форстена молодой чистолюбец решил попытать счастье на военной службе в далекой Московии. Прибыв в русскую столицу в чине капитана, он поселился в Москве, в немецкой слободе. В дальнейшем его судьба сложилась так, что он прочно осел в России, выучил русский язык и женился на дочери подполковника Суга Елизавете. В 1687 и в 1689 годах Лефорт участвовал в двух не совсем удачных крымских походах. После первого, пожалуй, он получает полковника, а второй крымский поход завершился в самом разгаре борьбы между Петром и Софьей. В начале августа 1689 года молодой царь, опасаясь неизложения и ареста, ускакал в Троице-Сергиевский монастырь. 4 сентября вместе со своим родственником генералом Патриком Гордоном в монастырь прибывает Лефорт, и отныне его судьба была неразрывно связана с деятельностью юного самодержица. Лефорт становится истинным и преданным другом молодого царя Петра Первого. Франц Лефорт, как отважный и умный человек, принимал участие во всех делах Петра Первого. Он командовал полком в показательных сухопутных сражениях под Москвой и кораблем Марс во время морских учений в Переяславском озере, а 29 июня был произведен в полные генералы. Мы нашли здесь вторую родину. Сегодня юный государь пожаловал тебя генералам. Мы, старые воины, жалуем тебе шпагу. Слушай ею верно России, как своему отечеству. Лефорт сопровождал Петра в двух его путешествиях в Архангельск в 1693 и в 1694 годах и был назначен капитаном прибывшего из Голландии корабля. Участвовал в потешных маневрах Петра под Москвой. Потешные походы Петра были подготовкой к настоящей войне с Турцией и Крымом, азовскими походами 1695 и 1696 годов, в которых Лефорт принимал самое деятельное участие. Он командовал корпусом во время первого штурма Азова 5 августа 1695 года и лично захватил одно из турецких знамен. После первого похода Петр назначил его адмиралом русского флота. Многие современники удивлялись новому назначению уроженца самой сухопутной страны во всей Европе. Несомненно, Лефорт был малосведущ в морском деле, однако Петр явно рассчитывал на его энергию в деле создания русского галерного флота, предназначенного перекрыть турецким кораблям доступ к Азову. Эта задача была выполнена в ходе второго похода и взятия крепости 19 июля 1696 года. После взятия Азова Лефорт получил титул новгородского наместника, вотчины в Епифанском и Рязанском уездах и золотую медаль. Франц Лефорт участвовал в Великом посольстве. Мысль об организации Великого посольства, возможно, была подсказана царю именно Лефортом. Формально он возглавлял его, но фактически все руководство находилось в руках опытного дипломата Головина. Роль Лефорта была чисто представительской и сводилась главным образом к переводу речей царя. Брат Лефорта, Яков Лефорт, писал из Амстердама. Все подается на серебре. Обедает у генерала ежедневно от 9 до 12 человек. У него три французских повара. Во время поездки царя в Англию Лефорт часто, иногда по несколько раз писал своему другу. Его письма, написанные по-русски, но латинскими буквами, не затрагивали серьезных тем. Царский любимец сетовал на разлуку с государем, жаловался на плохое самочувствие, выражал беспокойство по поводу отсутствия известий из Англии. Во время стрелецкого бунта 1698 года Лефорт вместе с Петром возвратился в Россию. Едва ли он принимал непосредственное участие в подавлении восстаний и казни стрельцов. Он занимался оборудованием своего великого большого дворца, построенного в отсутствии на деньги царя. 12 февраля 1699 года было отпраздновано новоселье с участием 300 гостей, а 23 февраля Лефорт заболел горячкой. 12 марта 1699 года, 2 марта по старому стилю, его не стало, он скончался. Узнав о смерти своего лучшего друга, Петр воскликнул, я потерял самого лучшего друга моего в то время, когда больше всего в нем нуждался. Верному соратнику государя были устроены пышные похороны. Большинство историков склоняется к версии, что Лефорт был погребен в лютеранской кирхе в немецкой слободе. Позже его останки были перенесены на Веденское кладбище. Его именем названы многие улицы, бульвары, дворцы. Например, в Женеве есть улица Лефорта, в Калининграде бульвар, названный в честь Франца Лефорта, в Москве целый район Лефортова вокруг Лефортовского дворца.